Всем привет! С вами Днище. В первый и последний раз представился. А сегодня у нас Эверспейс, что переводится как «Всегда пробел». Собственно, оно и приближает нас к сути самой игры. Итак, на моей 7850 Full HD на минималочках игра выдавала более сотни кадров, и даже на средних настройках было целых 60, что для четвертого анреала ну просто невероятное событие. При этом у игрушки очень приятная картинка, а больше про нее сказать в общем-то и нечего. Ну текстурка космоса, ну кучка камней в центре, все. Впрочем, о местном сюжете мне тоже особо нечего сказать. Главный герой, как обычно, потерял память, и вообще, судя по заставкам, он то отравленный в стазе лежит, то на войну уходит, то даже друга вспоминает, который так и не поверил, что у нас отшибла память. Вот такой вот хороший у нас друг. А в конце игры просто залетаешь в портал, и все. Титры. Так что, наверное, мог бы получиться неплохой сюжетец, но не дотянули. Да и какой, в принципе, может быть сюжет в рогалике? Как вообще вменяемо обосновать то, что ты постоянно воскрешаешься просто так? Ну и теперь надо бы рассказать о геймплее. Итак, у нас космическая аркада рогалик. То есть проходим несколько секторов, получаем порцию сюжета. Умираем, начинаем сначала. И, разумеется, до новых заставок придется добираться гораздо дольше, да и старые ролики нам не показывают. Так что сюжет быстро отходит на второй план. В общем, чтобы двигаться дальше, нам в первую очередь понадобится топливо. Убиваем врагов и обшариваем разбитые корабли. И вторая ситуация, которая рано или поздно с вами случится. В секторе будет корабль, который перекроет нам выход, а компьютер подскажет, что неплохо бы его убить. Но сам по себе корабль очень и очень жирный, и даже без дронов восстанавливает щит быстрее, чем я его снимаю. У меня просто не хватает ДПСа. А если слишком долго задержитесь в секторе, то прибудут вражеские подкрепления. И это просто конец. И, возможно, есть какой-то вариант все это как-то обойти, но, честно говоря, я его так и не нашел. Да-да-да, это же рогалик, и надо апгрейдить корабль, находить чертежи, чтобы апгрейдить пушки. Все это напоминает телефонную убивалку времени. Когда проходишь одну и ту же локацию, чтобы поднять левел и пройти дальше. И это обычно вызвано ограниченностью контента. Но у нас же просто космос с текстурками сайта НАСА и кучками камней. Я не понимаю, что мешало разработчикам сделать разветвленную сеть локаций, которые действительно нужно и интересно исследовать. Вот столкнулся ты с чем-то непреодолимым. Отступи, обшарь соседние локации и подумай, что с этим всем делать. Но разработчики пошли по пути наименьшего сопротивления. А главный герой превратился в расходник. С точки же зрения аркадной леталки-стрелялки тут все в принципе стандартно. Уж сколько я таких космосимов видел. Ага. Это норма. И мне по-прежнему не нравится, что поворот корабля и прицел совмещены. Ну, сделали бы они область в центре экрана, где смещение прицела не приводит к повороту. Но вряд ли до этого кто-нибудь додумается в ближайшее десятилетие такие-то нанотехнологии. И, пожалуй, единственная претензия к бою, что на легком это слишком легко, а на средней сложности уже как-то тяжеловато. С другой стороны, это же рогалик. Прокачайте корабль, выберите другую сложность и будет вам счастье. Еще надо бы покритиковать интерфейс, но, честно говоря, уже лень, хотя можно было бы сделать лучше. В итоге, как аркадная космическая стрелялка, игрушка в принципе неплоха, а элементы рогалика будут портить настроение. Сюжет тут для галочки, а графика в принципе простая, но симпатичная. И я думаю, что игрушка может занять на пару вечеров, и было бы странно от нее ожидать чего-то большего. Вот и все. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, если понравилось, и пока.